всем привет всем привет рада быть в эфире пока мы все подключаемся сегодня будем говорить про недельную главу в торе вайшлах что значит что яков чтобы задобрить и сава послал ему много много богатых изысканных подарков и сегодня мы будем по книге мудрость на каждый день шалом тамила шалом ждем пока подключится народ если захотят есть время для торы всегда должно быть время ирина алекс шалом ирина никулина шалом всем привет всем привет шалом оксана так сегодня поговорим елена соболева шалом шалом ирина сегодня поговорим шалом саша про вайшлах про нашу недельную главу как яков послал к исаву гонцов чтобы сообщить что он возвращается в ханан и он хочет с ним помириться и его гонец вернулся к нему сказав ты знаешь что твой брат эйсав идет с огромным количеством воинов против тебя и на что яков сказано что именно в этот момент яков собрался он подумал так что нужно моему брату он собрал подарки самые богатые отправил это своему брату сказано потом он отправил богатые дары помолился всевышнему и стал готовиться к битве здесь мы учим две вещи как сказано как яков помолился всевышнему он сказал я не достоин всех благ всевышний которые ты мне даешь которые ты все все что ты мне даешь я этого не достоин вот так он молился то есть яков святой великий человек он мог сказать всевышнему всем привет наталья мара марта александр елена всем привет то есть он мог сказать всевышнему да я такой весь умный я праведный я делаю все что ты говоришь поэтому давай посылай мне спасение яков так не делает и мы так не имеем права делать мы учим это с нашего праотца да он говорит все что ты мне даешь каждую возможность я этого даже не достоин спасибо что ты мне это даешь и я надеюсь что ты мне поможешь и смотрите то о чем мы всегда говорим и он помолился всевышнему послал и сабу эти все подарки и что сказано начал делать он начал готовиться к битве то есть несмотря на то что он до помолился он да там настроился но он все равно начал готовиться к битве и это мы опять же проверяем иудаизм это религия действия здесь нужно делать да всевышний нам обещает что он много всего к нам придет на встречу да но мы в свою очередь должны делать тоже к нему шаги и мы должны из этого мы учим что каждый раз когда мы моемся мы должны брать пример из я кого да мы не говорим какие ты видел я вчера дал вздаку ты теперь мне должен нет так нельзя говорить спасибо всевышний что ты дал мне возможность сделать вздаку спасибо что это то есть за каждую за каждую мелочь чем больше мы благодарим тем приятнее всевышнему для нас что-то делать ведь нам приятно когда подходит ребенок наш говорит мама ты такую классную конфету мне дала можно еще или мама дай мне конфету еще я же такой хороший ну то есть если мы говорим на достатке другого то это приятнее намного и еще одно о чем я хотела хотела нам поговорить я даже зачитаю когда яков наконец-то пришел в хеврон и он встретился со своим папой затем тора рассказывает о смерти ицхака и перечисляет потомков эйсава после смерти и сава они не сумели продолжить династию но приглашали других царей которые могли поддерживать мир между кланами рассказ об этих царях он намекает на историю сотворения и последующего распада мира хаоса тогу и сейчас мы находимся в мире тикун исправление то есть мы находимся в мире где мы должны исправить какие-то отношения какие-то вещи достать искры святости в этом наша сейчас задача до того как всевышний сотворил наш мир написано в торе что был мир хаоса а что значит мир хаоса мир хаоса значит что каждый элемент каждая частица она была эгоистичной она отвечала только сама за себя она не могла присоединиться еще в другой и создать нечто большее да сказано что каждая это маленький элемент каждый вид энергии маленькой этой частицы они были сосредоточены только сами на себе из-за этого они никогда ни за кого не отличали и это мы учим так же самое как ребенок он чтобы стать взрослым должен пережить кризис взросления который разрушает его детства и мир хаоса был разрушен чтобы на его руинах был создан мир исправления теперь что я подразумеваю под словом что у ребенка наступает там кризисный момент для того чтобы он стал взрослым да это значит что опа ребенок уже может помочь помыть посуду но ведь раньше ребенок этого не делал и вот этот вот период кризиса ребенок может сказать нет но я не хочу этого делать но для того чтобы ты стал лучше для того чтобы ты помогал родителям для того чтобы там не за развиваться еще лучше тебе нужно этого сделать или там по отец говорит сыну пойдем с тобой поучим тору и ребенок но я виду этого не учил а мне тяжело тору тору сложно учить ее сложно понимать нужно вникать или у ребенка ну может настать когда немножко кризис как мне это сделать как это вы знаете кстати в есть такой обряд когда мальчику малышу исполняется три года у него ему делают первую стрижку и после этого его ведут в хедер в школу для маленьких деток и там берут как такой алфавит заламинированный и мажут на него мед и ребенок кушает этот мед чтобы у него изучение торы ассоциировалась с этой сладостью да и так он становится взрослым именно в три года сказано что человек должен начать изучать тору вот об этом и говорим а наша с вами задача сейчас в этом мире мир мы сейчас в мире тикун исправление пытаемся исправлять все и приводить в порядок с этого мира хаоса потому что многие вещи остались еще с мира хаоса кстати когда мы ведем себя эгоистично и нам кажется этот неправ то неправ я прав я я я я я мы ведем себя как в мире хаоса когда элементы не могут соединиться потому что они я я я я я я и получается хаос а когда мы соединяемся и пытаемся делать общую цель и делать на было во благо исправлять этот мир тогда больше всего получится вот поэтому вот такая у нас интересная недельная глава вы знаете блин с каждым годом многие мудрецы и раввин и все учителя ученики учат недельную главу и каждый год находят что-то новое находят что-то интересное это же невероятно ты даже можешь читать один и тот же текст каждый раз и он другой и в нем ты видишь что-то другое под своей призмой это же гениально всевышний придумал вот поэтому спасибо всем большое за эфир я благодарна каждому из вас который присоединяется смотрит вот спасибо что вы есть я я учусь благодаря вам благодаря вам я много узнаю сказано что так и сказано в общем все я вас всех обнимаю спасибо всем большое хорошего вечера